Перед тем, как мы погрузимся в этот видеоролик, я хочу вам рассказать про нашу акцию, которую мы запускаем на нашем YouTube-канале. Если у вас есть свой бизнес, свои какие-то товары, услуги, и вам есть что прорекламировать через наш YouTube-блог, то вы можете это сделать со скидкой в 50%. Размещая рекламу у нас в блоке, вы получаете огромное количество охватов и как следствие новых клиентов. Помимо всего этого, видеоролики мы продублируем на платформу Яндекс.Зен и в группу Вавконтакте. Тем самым вы увеличите себе поток новых клиентов. Для того, чтобы попасть под акцию, вам нужно просто написать на вот эту вот почту с пометкой вот этого промо-кода. Мы с вами спишемся, обговорим все условия, отснимем для вас классную рекламу, и вы получите новых клиентов. Хочу сказать, что акция действует только до конца января, поэтому не упускайте свою возможность, пишите и рекламируйтесь. Всем привет, вы как всегда на канале Семен на чемоданах, с вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый интересный выпуск. И сегодня на повестке выпуска два вопроса. Первое, это наше ВНЖ, вы сейчас просто охренеете. А второе, это погода, которая так сильно испортилась. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии и приятного просмотра. У нас подпортилась погодка. Посмотрите, мы даже включили один кондей в гостиной, чтобы дуло тепло, потому что прохладненько на самом деле. Где-то там уже заряжают дожди, это там где-то Анталия. Наверное, у них уже поливает. Нам еще пока не дошло. Вот я вот все думаю, где можно здесь недалеко посмотреть какие-нибудь классные большие волны, если они будут. Вот видите, какой прогноз. Просто печалька. У Артема сегодня начинается учебный год. 23-й, да? Сегодня много уроков? Два. Два урока, вот так вот. Эх, были бы мы в Португалии, там такие волны, а вот где здесь их увидеть, как они разбиваются, пока для меня загадка. Пока готовлю завтрак, выхожу, короче, на балкон. Смотрите, как все там прекрасно. Вау. Посмотрите, море двух цветов и как там вот-вот накатываются волны. Прям берешь доску, хватаешь и погнал. Там видимо какой-то это, бетон лежит, плиты вот эти. Хотя нет, вон там тоже, короче, надо завтракать и идти на пляж. Посмотреть, какая там красота. Супер. Но как таковых дождей, которых обещали, ливни, их еще нету. Сидим уже вечером и говорю, ну проверяю, каждый день проверяю статус этой заявки ВНЖ. В итоге, думаю, дай загуглю через другой сайт. Захожу через другой сайт смотреть, а там, короче, высвечивается вот это вот табло. И мы такие типа пум. И в моменте начинаем думать, что нам делать, что это за документы, непонятно, что за документы. Написал этой женщине вот в компанию, которая подавала все документы, собирала, да, через которую мы делаем. Все ждем ответа, что дальше. Но в этой табличке написано, что эти документы мы должны подать до 11.02, то есть получается еще дополнительный месяц. То есть мы можем эти документы подать только 11 числа, ну 10, например, февраля, смотря что это за документы. И потом они еще будут рассматривать. Короче, я не знаю, почти год можно в Турции вот так вот находиться. Короче, ладно, сейчас будем смотреть, что это за хрень. Обидно просто, что столько денег тоже потратили на это ВНЖ, и сейчас если откажут, это будет даже неудивительно, потому что отказ у многих поголовно. Тут даже знакомый мне прислал, что он повторно подается на ВНЖ, и ему сразу сказали, вот уже в одной компании, что говорит, даже не думайте подавать, все равно будет отказ. Так а мы где адвокат-то возьмем? А что если я вам скажу, что в Сочи по пути на Красную Поляну есть огромное количество достопримечательностей природных, на которые стоит потратить целый день? А что если я вам скажу, что Анапа это не про вот эти переполненные пляжи, про грязное море, которое все в водорослях, это кисель. Что Анапа это самые лучшие пляжи и самое чистое море. А что если я вам скажу, что в Крыму можно провести огромное количество времени путешествуя с палаткой? А что если я вам скажу, что Геленджик это топовый город в России? А что если я вам скажу, что в Абхазии самая красивая природа? Так вот, друзья мои, мы пропутешествовали весь наш Краснодарский край и не только. И написали наши авторские гайды, которые вы можете приобрести и отправиться в свое путешествие. Там есть маршруты, локации, рекомендации, кафе, кемпинги, дикие места, контакты жилья. Куча-куча информации. Выбирайте, какой вам нужен. Можете приобрести все сразу с хорошей скидкой. Ссылку я оставлю в описании. Переходите, изучайте и самое главное путешествуйте. Созвонился я с этой мадамкой, которая из этой компании. И в общем она отправила анкету, которую сейчас дают всем. То есть там по сути цель вашего пребывания в Турции. Зачем вы получаете ВНЖ. На какие деньги планируете жить. И если вы там типа как турист, то какой маршрут, какие города планируете посетить. Она написала просто как заполнить. Какие проекты, ну так сказать, какими ответами лучше всего заполнить этот бланк. Я ей говорю про то, что я типа наслышан насчет этих бланков. И я знаю, что потом они будут просить довозить эти счета и так далее и то подобное. В итоге она говорит типа, если они вдруг попросят привезти счета, мы типа это сделаем. Но мы-то как бы предоставим вот эти российские банки, там короны, турецкий счет и прочее, прочее. Но это же нужно все перевести, заверить у нотариуса дополнительные расходы. И тут она говорит типа, если они попросят сделать апостиль, то сделаем апостиль. Я говорю, так это вообще дополнительные какие расходы. Она говорит, ну да, типа а что делать. Я говорю, отлично. Она говорит, главное ничего там типа не подписывать. Потому что они могут вам подсунуть этот документ об отказе. И вам придется срочно выезжать в течение 10 дней. Короче, вообще просто максимальная традиция. Она тоже говорит, что официальной информации по такому бланку нету. Это они что-то мудрят вообще просто по собственному кому-то желанию. Это нету таких законов, что нужно заполнять этот гребаный бланк. Завтра с утра буду уже звонить в миграционную службу. Уточнять, какого конкретно у нас нету бланка. Вот. И ждем, короче, завтра. Да, поливает конкретно. Слышите какой шум? Это от теплиц. Да уж. А еще, представляете, когда бахает гром, вот эта панорама начинает прям скрипеть. Как будто ее звуковой волной выдавливать начинает. Я обычно от ветра такое ощущал. От грома никогда. А вот сейчас от грома. У нас утро. Да, заливает конкретно. Сегодня всю ночь бабахло. У нас, смотрите, вон даже постельное белье, от ветра все слетело. Брызги-брызги. Там по-прежнему волны. А я сейчас буду звонить в эту миграционную службу и узнавать, какие документы нам нужно привезти, что у нас там не хватает. Давайте вместе. Так, связываться нужно вот по номеру 157. Огромный плюс, что здесь есть русский голосовый помощник. Мне кажется, сейчас линия настолько сильно перегружена, что можно вот так вот целый день просидеть, наслаждаясь этой прекрасной музыкой. Уже ждем 14 минут. И вот сейчас сказали, что время ожидания самое больше 55 минут. Нам пришло смс-уведомление, что у нас не хватает какого-то документа. Это вот уже после рандеву, через 2 недели смс-ка такая пришла. Я с удовольствием стараюсь вам помочь. 14 лет, пожалуйста, как ваше имя и фамилия. Спасибо за обратную информацию. Надо вниматься. Указано, что ваша стоявка на расстоянии не указана. Ввиду указания, не доставивших документов до 11 дней на раля и должны предоставить. Но как и и догметы, наши системы тоже не указаны. Другие догметы написали. В этом случае самостоятельно, без рандового, обратитесь к управлению военнослужащим и можете уточнить у сотрудника. Не доставивших документов до 11 дней на раля и должны быть доставивших документов. Ага. То есть, получается, мы должны приехать вот туда, куда подавали все документы. И в порядке очереди к сотруднику подойти, где подавали документы, в это окошко, да? Они будут направить на тот отбередник, который не доставили документов. До свидания. Короче, нужно ехать в Анталию, в это заведение, и у них непосредственно уточнять, какой документ не хватает. И, собственно, приносить этот документ какой-то документу. Отправил сейчас голосовые сообщения этой женщине, которая нам делала документы все для ВНЖ. Вот. Пытаюсь не решить, потому что на самом деле, как можно поступить, вот эти два варианта, то есть, либо сейчас поехать и можно сразу же там же получить отказ, либо они заберут эту анкету и потом просто попросят еще дополнительные документы, либо просто сейчас тусоваться здесь до числа 7 февраля, а потом уже непосредственно поехать туда и подать эту анкету и дальше ждать. Тем самым увеличив себе легальный срок пребывания. Вообще, короче, непонятно, как делать. Вот это задница, слушайте, вот на самом деле еще в том году, когда мы планировали сюда приехать на своей машине, и когда мы сюда ехали, мы явно ехали не на таких нахрен условиях, что мы будем платить какие-то огромные деньги за то, чтобы просто сделать это гребанное ВНЖ, и плюс сталкиваться еще вот с такими палками в колесах. Какая-то дичь. Как же мне нравится, как в Турции работает доставка воды. Вот смотрите, в 12.55 я написал сообщение, сейчас 13.05. Вода уже здесь стоит, просто мгновенно. Башка уже пухнет дома, сидите, если честно, и смотрите, у нас тут даже появилось солнышко, такой небольшой просвет. Анталию заливает, конечно, жестко, у нас не так обильно, но, тем не менее, волны на море есть. Короче, мы решили в дом не сидеть, коль дождик прекратился, а пойти сразу к морю. Почти два дня сидим уже здесь дома. Тема Куркуль. Честного года. Заныкал остатки сладкого пакета. Идет со всеми делиться. Ну, кроме Мирошки. Мирошка еще маленький, ему нельзя. Сколько ходили к морю, почему-то никогда не обращал внимания, что вот здесь вот новая плантация банановая. И вот только высажены, видите, вот эти банановые пальмы, так аккуратненько в рядочке. Скоро, не знаю, правда, через сколько лет здесь будут расти бананы, которые мы будем потом покупать и кушать. Вы, кстати, знали о том, что бананы никогда не дозревают на пальмах. Их всегда срывают с зелеными, и потом они уже доходят до того состояния, к которому мы привыкли. А если их оставить, чтобы они дозревали, они сразу начинают гнить и портиться. Представляете? Как будто бы сто лет на море не были. Представляете? А пляжа-то и нет. Смотрите. Ну, посмотрите, какая красота. Да. Ничего себе. Вот эти вот два столба. Мы там обычно стояли, возле них купались. А сейчас вот так все выглядит. Ого, какие волны. Вову сейчас доску покатать. Вон там классные. Но они, кстати, нормальные, такие прям затяженные. Мирошка, стой. Не надо сюда, Мирошка. Да. У меня такое ощущение, что вон там вот, ну даже у нас с балкона видно, вот где начинаются вот эти вот волны, что там начинается как раз мелко. О, смотрите, какая! Вот на такой можно серфануть. И судя по мягкому песку под ногами, волна где-то до сюда доходит. А вообще, на самом деле, мне кажется, она и бьет прям сюда. Но это не точно. Гляньте, как круто. Надо купаться. Шутка. Море грязное очень. Но теплое. О, посмотрите, как они там разбиваются. Вдалеке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Класс. Класс. Тема, тема, отбегайте. Классный волны хоть играть, подбегайте. Смотри, это прям вообще классно. А вон туда посмотри вдаль, вон туда. Мы решили идти туда дальше. Там классные волны, хочется именно там посидеть. А здесь, короче, представляете, пляж вообще уничтожен. Причем с какими-то непонятными реками, что ты просто идешь и где-то там вообще начинаешь проваливаться. Еще заходят волны, посмотрите, прям сюда. И как сейчас преодолеть вот это? А, не-не-не, Тема. Вот тут надо, Тема, Тема, отходи. Смотрите, смотрите, хоп. Нога. И проваливаюсь. Ой. Пойдемте. А здесь огромное количество водорослей. Видите, аж море такое черное. Это вот все вот эти вот водоросли. Огромное количество. Да. Камни, на которых мы тоже гуляли. Можно идти туда дальше. Это все вообще на самом деле такая отельная линия. Надеюсь, вообще, видите, пляжей нету. Но зато там можно понаслаждаться, кстати, волной. Потому что здесь волны как раз. Смотрите, как разбиваются. Вон мужик пошел туда. Ой. Чуть не бабахнуло. Вон там, конечно, круто. Ну очень хорошо. Ху-ху. Ну да. Вау. Мирону явно нравится эта идея. Да, Мироша? Ооо. Что там? Да. Неплохо. Вон там классно от бетон разбивается. Убегай скорей. Ты горел там. Аааа. Да. Волна одессед сейчас. Хе-хе. Ням-ням. Хе-хе. Вот вообще не понимаю, обо что развиваются эти волны. Волнорезов там точно нету. То ли из-за того, что начинается мель. И вот так это все получается. То ли что. Но они прям разбиваются. Прям такие брызги улетают. Как будто там, я не знаю, реально какая-то прикрада стоит. Ой-ой-ой. Камень. Смотрите, какой камень. Пещерный. Ооо. Да его так морем вымыло. Так. Я решил пройти, короче, до самого конца. Не знаю, получится у меня сделать это или не получится. Волны здесь бьют. Ой. Ха-ха. Ой-ой-ой, какая бьет. Так. Сейчас подождите. Да. Если бы я сейчас там был, меня бы точно уже накрыло. Причем серьезно. И как туда добраться? Ооо. Стойте. Молны. Ха-ха-ха. Или походу мы пойдем все домой. Давай. Ух. Так, ладно. Надеюсь должно получится, или нет. Да, там вообще они бабахт. Ой-ой-ой. блин а если в случае волны что делать я даже не знаю я даже не знаю ладно залезем сюда вот так на конструкцию на эту да уж так ладно сейчас будем совершать такой прыжок опасный оба прям на камне у вон там вот баху и вообще неплохо а здесь я так понимаю что вот из отеля спускаешься у тебя типа такой вход в море очень интересный так всех оставил там видите красота да когда море волнуется это особый кайф согласны вот на самом деле когда есть какие-то трудности приходишь либо в горы либо к морю и все на самом деле становится так хорошо так легко и в эти моменты вообще не думаешь ни о чем просто наслаждаешься и снимаешься эту тревогу и усталость которая есть так тихо тихо волны тихо тихо но есть туда идти конечно вообще обрызгает мама не горюй вот сейчас эти начинают волны нарастать значит скорее всего сейчас где-то будет бах серьезно так тихо мне еще домой идти вот прикол идти тебя вот эта волна если бахнет то все попадешь в эти камни и потом придется выбираться кто-то в такой шторм купаться пошел опасно конечно но почему бы нет мы решили пройтись посмотреть на большие волны попали на такую туристическую улицу ну которая сейчас вообще не туристическая вот так просто это выглядит причем хочу обратить внимание смотрите палатки не работают а товары вот так вот висят понимаете их просто закрывают тканью в менталитет да не четко понимают что здесь никто ничего не сворует круто вот это круто так ну вон уже море видно где-то там вы видели что очень большие волны идем мы среди отелей почти все на самом деле закрыты на зиму законсервированы а здесь вот в одном отеле такой огромный огромный огромнейший просто аквапарк со всякими различными горки причем деление на взрослую зону и на детскую зону в общем шли-шли и не дошли потому что везде все вот так вот видите отелями застроена и к пляжу нигде не подойти все за заборами мне прямо это резко напомнило историю в сочи вон темка правильно подсказывает как в сочи то же самое никуда не подъехать никуда не подойти идем уже домой много мы прошли проголодались зашли в магазин купили семиты в русском да с русской продукции и купили килограмм пельменей дома есть сметанка есть пельмени из них прям вкусные чисто чисто говядина ну пельмени как у нас в станицах знаете вот мы обычно такие вкусные пельмени покупали в станицах краснодарского края вот прям где реальное мясо и вкусное тесто не в супермаркете да того насенка подсказывает вот так вот выглядят пельмени по 500 грамм продаются они очень вкусные стоят 70 лир до клина конечно но зато вкусно такая у нас вкусно то на сегодня просто день обсуждения нашего внж вообще просто хрень читаем в интернете и вот многие пишут что они реально вылетают с этой бумажки приходят заполняют и сразу прям разворачивают давайте ари видер ч 10 дней вам на выезд из страны но коль есть такие сроки с этой тоже пообщались как играл ранее собственно лучше прийти под конец уж наверняка если вдруг сразу дадут отказ то по крайней мере мы вот плюс еще один месяц официально можем находиться вот на самом деле вообще прикол а еще я тоже смотрел одного чувака он говорит им тоже в продлении отказали и они ждали 90 дней чтобы получить на руки вот этот отказ ну то есть понимаете что мы сейчас можем окей феврале получить отказ а потом еще полтора месяца ждать когда нам дадут эту бумагу на руки чтобы выехать из страны прикиньте а возможно феврале придем все уже под утихнется этой бумажки с этой анкеты уже ничего не надо будет предоставлять и нам спокойно дадут его или не дадут ладно все будет понятно да 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 сейчас сто процентов если мы завтра соберемся поедем нам сразу в этот день да в этот день когда начались нововведения ну ладно подождем посмотрим увидим все буду завершать видеоролик вот такой он получился не знаю грустно он или веселый и хрен его знает грустно-веселый или весело-грустный да короче вот так вот пока вот так вот